Американцы вывели часть своих войск из Афганистана в очередной раз. Причем здесь Россия? В июне журналисты Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что российская разведка могла платить талибам за убийство американских солдат в Афганистане. При этом сделки с талибами раньше заключали и американцы. Что все это значит и почему это важно? Давайте разберемся. Талибан – это движение радикальных исламистов, которое зародилось в Афганистане в 90-х годах прошлого века. Первые ячейки появились на юге страны в медресе – школах-примечетях, которые финансировались Саудовской Аравией. В этих медресе выступали за более радикальное понимание ислама. Основатели талибана и многие сегодняшние лидеры движения воевали против советских войск, находившихся в Афганистане с 1979 по 1989 годы. После ухода советских солдат в Афганистане разгорелась гражданская война. Талибы обещали установить мир и порядок, за счет чего быстро стали популярными. На подконтрольных талибам территориях исчезла коррупция. А еще они ввели нормы шариата, запрещающие музыку, кино, телевидение, живопись, алкоголь, компьютер и интернет. Нельзя было даже играть в шахматы. Все мужчины должны были носить бороду определенной длины. Женщинам запретили работать и ходить с открытым лицом, а также появляться на улице без сопровождения родственника мужчины. Девочкам запрещали ходить в школы. За соблюдением новых правил талибы строго следили. Преступников наказывали, некоторых даже публично казнили. С 1996 по 2001 год талибан контролировал большую часть территории Афганистана. В 1996 году талибан предоставил убежище радикальному исламисту Усаме Бен Ладену. Его группировка Аль-Каида активизировалась в Афганистане и открыла несколько тренировочных лагерей. 11 сентября 2001 года террористы взорвали небоскребы в США. Вашингтон назвал Бен Ладена организатором этого нападения и потребовал его выдачи. Талибан отказался его выдачить, и США начали в Афганистане военную операцию. Талибы потеряли власть, но не исчезли. С 2003 года талибан начал активно противостоять силам США и их союзникам. Американцы потеряли в Афганистане более 2400 солдат. В 2011 году в ходе спецоперации американцы нашли и убили Бен Ладена. В 2018 году, по данным исследований BBC, Талибан проводил операции и нападения на 70% территории Афганистана. По оценке экспертов, сейчас Талибан набрал наибольшую силу с 2001 года. По мнению специалистов, сейчас правительство контролирует примерно треть страны, Талибан — еще 20%, а вся остальная территория периодически переходит из рук в руки. В конце февраля 2020 года США и Талибан заключили сделку о прекращении противостояния в Афганистане. Договор предусматривает поэтапный вывод американских войск при условии, что Талибы и их союзники, включая Аль-Каиду, не будут нападать на американских военных и не будут использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать безопасность США. США, а также Китай и Саудовская Аравия через спецслужбы Пакистана оказывали финансовую, военную и политическую поддержку афганским маджахедам, которые воевали против советских войск в Афганистане в 80-х годах прошлого века. Многие из этих маджахедов потом стали лидерами Талибана и Аль-Каиды. Сейчас США осуждает Талибан за нарушение прав человека, казни и потакание наркоторговли. С 2017 года американские военные публично обвиняют Россию в поддержке Талибов, в том числе в поставках оружия боевикам. Российские дипломаты говорят, что поддерживают связи с Талибами, но только для того, чтобы усадить их за стол переговоров с официальным Кабулом. В июне 2020 года журналисты New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что российская военная разведка ГРУ, возможно, платила Талибам за убийство американских военных в Афганистане. Но позже выяснилось, что в американском разведсообществе нет консенсуса относительно достоверности этих данных.